В ночь с 10 на 11 августа после небольшого затишья Цхинвал снова подвергся артиллерийскому обстрелу. Город был на грани гуманитарной катастрофы. Людям приходилось выживать под пулями. Они по-прежнему находились в подвалах. И это несколько суток без воды, лекарств и еды. Однако, как сообщалось, в Южную Осетию уже направилась колонна МЧС Российской Федерации с гуманитарной помощью. Я стоял около дома, когда в город вошли российские войска. Они разделились. Одни поехали через улицу Героев, другие по Сталина. Было очень приятно их видеть. Мы вздохнули с облегчением. Появилась уверенность, что теперь точно все будет хорошо и враг будет разбит. Мы, конечно, были очень рады их видеть. Мы их ждали и молились, чтобы они приехали пораньше. Если бы не российские войска, нашим ребятам было бы очень сложно удержать позиции и не отступать. Российские войска нам очень помогли. И мы им благодарны. К обеду 11 числа Схинвал был полностью взят под контроль российских и югостинских войск. От грозной многотысячной грузинской армии нам досталась боевая техника и оружие, которую они бросали в спешке. Российские войска стали продвигаться в сторону грузинского города Гори. Тем временем в Грузии уже началась паника. Народ, который прекрасно понимал, что именно развязал войну, высказался в адрес своего руководства. Схинвал и окрестности к вечеру 11 числа были практически полностью освобождены. Это была победа. А в воздухе уже парил дух свободы и независимости, который мы вдохнули 26 августа 2008 года.